Рекламно-информационная программа Слушайте доктора Добрый день, это программа Слушайте доктора, микрофона Вера Власова Сегодня тема нашей программы Как сделать так, чтобы отпуск приносил только положительные эмоции И так, чтобы человек, отправляющийся в отпуск, не отвлекался на какие-то посторонние факторы Такие как заболевания, недомогания, какие-то противопоказания и прочее А пояснит нам эту ситуацию Дмитрий Леонидович Батоков Главный врач Афла-центра, город Киров Здравствуйте, Дмитрий Леонидович Добрый день Итак, что нужно помнить тем туристам, которые сейчас отправляются, собираются отправиться в отпуск? Туристам, которые собираются в отпуск за пределы нашей страны Нужно помнить, на мой взгляд, о том, что Россия это страна, несмотря ни на какие обстоятельства Страна, в которой один из лучших санитарно-эпидемиологических контролей в мире до сих пор Второе, российским туристам надо помнить о том, что Россия это страна, наиболее богатая водными ресурсами И третье, надо помнить о том, что это страна с наиболее холодным климатом Вместе с Монголией, две самых холодных страны Но первый фактор понятен, что здесь, в России, можно отдыхать практически не беспокоясь О той или иной инфекции, которую можно или нельзя там подхватить Еще два фактора, которые обозначили Про водные ресурсы, то есть мы живем, не задумываясь о том, как нам достается вода Мы ее особо не экономим, и мы, в общем-то, не сильно задумываемся о качестве воды И если туристы, которые ездят в Европу, наши туристы, которые ездят в Европу Они могут говорить о том, что в Стокгольме или в Праге можно воду пить прямо из-под крана Чего там, например, не сделаешь в Кирове То, например, туристы, которые едут в Индию или в какие-нибудь страны Юго-Восточной Азии Или в страны Африки, там совсем проблемы Там чудовищные проблемы То есть когда период, начиная с апреля до сезона дождей, примерно до августа Когда там все высыхает, и вот это водное перемирие, которое в Маугли показано Это не шутка, это очень серьезно Потому что Ганга, я своими глазами видел, она высыхает буквально на глазах И какую воду там люди берут для мытья, для полоскания рта и так далее из-под крана Она, эта вода, по нашим меркам, наверное, не проходит никакие требования Не то, что, даже для питья, тем более для питья не подходит Нет, она для питья не подходит в принципе Она для мытья-то не очень подходит А третье, то, что мы самая холодная страна мира Мы с детства привыкаем к тому, что у нас кроме гриппа и каких-то острых респираторных заболеваний Ну и, может быть, в нашей местности клещевого энцефалита Особых инфекций опасных, может быть, и нет То есть малярийный комар у нас развиваться не может Лихорадки Эбола, у нас очень холодно И мы едем, предполагая о том, что весь остальной мир он такой же А во всем остальном мире, на самом деле, инфекций в разы больше опасных Тяжелых инфекций Которые, ну, они свирепствуют практически в каждой стране южнее примерно Турции То есть везде, куда мы выезжаем южнее Турции Там нас может подстерегать множество инфекций Причем не только бактериальных и вирусных Против которых лекарств как таковых нет А еще и южнее Турции можно встретить такие заболевания инфекционные, как гельминтозы Это глисты Кишечные, подкожные Когда червячки ползают под кожей Мы сейчас с вами напугаем, у нас никто за границу не поедет Цель нас не напугать, а цель людей заставить все-таки быть немножечко бдительными Более бдительными, чем наши туристы сейчас ездят Да и надо полагать, что у северян, у нас северян, наверное, иммунитет не совсем подготовлен К подобного рода инфекциям и заболеваниям Много страшного уже рассказали Давайте поэтапно по пунктам Что нужно делать, как готовиться к поездке Нужны ли, может быть, какие-то справки о здоровье, состоянии здоровья Собирать до того, как отправиться за границу Правильно, может быть, это будет сделать Какие-то обследования пройти дополнительные Обследование предварительно, может быть, проходить и не надо Но узнать о условиях пребывания в той стране, куда едем Узнать надо обязательно Я бы рекомендовал всегда, куда бы ни ехали Беспокоиться о четырех вещах Ну, в плане, если мы говорим о здоровье О четырех вещах Первое — это то, где и что мы будем есть и пить Второе — это то, как и где мы будем спать Ну, потому что трехзвездочный отель в Индии И трехзвездочный отель где-то в Европе Это очень сильно разные отели Разные вещи И третье — это то, где и как мы будем ходить в туалет И четвертое — это обеспечение бесперебойной связи Со знакомым врачом, которому вы доверяете Потому что, когда бывают звонки Дмитрий Леонидович, мы сейчас на каком-то из Сейшельских островов Нам через три дня вылетать в Москву Здесь нет никого, кто даже говорит по-английски Не то, что по-русски У нас у всех температура 39, и нас почему-то рвет И что нам сейчас вообще делать? Это случай жизни А на счете у нас 100 рублей Минута разговоров стоит тысячу Я так немножко утрирую, но близко к этому И при повторном звонке мы будем, скорее всего, вне зоны доступа Помоги нам Вот этих ситуаций не надо допускать в поездке То есть надо побеспокоиться о том, чтобы была связь Чтобы вы могли позвонить А вообще так-то бы неплохо и страховку приобрести медицинскую Но страховку, по-моему, приобретают в случаях, если какой-то туроператор сопровождает То есть это обязательно Да, если приглашающая сторона для получения визита, тоже обязательно Да То есть если группа людей, либо человек с семьей выезжает самостоятельно Здесь страховка нужна Может быть, тогда в качестве примера тоже расскажете, что же дает эта страховка Может быть, сталкивались уже с работой подобного рода организации Страховка в первую очередь дает два, наверное, преимущества основных Первое. В нормальных странах, ну даже, скажем так, в странах, может быть, не совсем с развитой медициной Но в большинстве стран все-таки антибиотики выписываются по рецепту И, соответственно, когда речь идет о заражении каким-то инфекционным заболеванием Часто требуется антибактериальная терапия, антибиотики Причем незамедлительно Да, 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 да И их в аптеке не продадут А с собой мы, конечно, антибиотики не берем Нам это не нужно Вот И в этом случае, когда говоришь человеку Вы купите там вот это, вот это, вот это Им просто никто не продаст Там тоже есть какая-то система рецептов, да? Конечно, конечно И рецепт может выписать только врач Конечно, к врачу лучше идти, все равно ки по страховке Второе, если человека надо срочно прокапать Вот эти пресловутые нам три дня до Москвы Их три дня продержаться, еще три дня до Москвы Вот Можно по страховке обратиться и хотя бы прокапывать Продержать три дня Потом уж, ну, как-нибудь с Божьей помощью Тихонечко и добраться до Шереметьев Вернемся к четырем пунктам, которые вы назвали Где и что есть теперь? Это пункт номер один, который вы сказали, что нужно помнить Отправляя за границу Эту информацию мы черпаем, наверное, из информации о гостинице Либо отеле, либо хостеле, либо какое-то еще там место, куда мы пребываем Но наверняка никто нам достоверно не скажет Что все там будет не совсем так, как представлено на картинках Да, и могут быть различные подвохи Да, а как их можно угадать, узнать наверняка Как можно подстраховаться от проблем с едой именно? От проблем с едой Ну, если по воде говорить, то воду надо исключительно пить бутылированную Чтобы бутылка была закрыта То есть, чтобы вы ее сами распечатывали Никакую другую воду в странах Азии и Африки пить просто нельзя Что касается еды Во-первых, в гостинице есть сейчас порталы туристические Не будем называть, но их рекламируют по телевизору Там есть такая рубрика, как отзывы Заранее лучше все-таки почитать отзывы О том месте, где вы будете проживать И если отзывы или сомнительны, или их нет вообще То, наверное, такое место лучше не бронировать Потому что в Азии и Африке Трехзвездочный отель, я еще раз повторюсь Он может очень сильно отличаться от наших представлений о трехзвездочном отеле Ну, я в Индии был в трехзвездочном отеле Там не было крышки унитаза, не было туалетной бумаги, не было полотенец И белье было серое Это был трехзвездочный отель в Дели Потрясающе Поэтому, ну, все-таки как-то надо Ну, мы туда попали, нам посоветовал Индус, да, конечно Соответственно, питание в так называемом трехзвездочном отеле может быть такое же Общие принципы питания Крайне осторожно в таких странах есть мясо И особенно морепродукты Потому что все-таки бытует такое мнение, что морепродукты там термически недообрабатывают То есть их недоваривают, недожаривают Причем наверняка это делают изначально умышленно Потому что, наверное, кокосовые качества как-то портятся Да, да, у них традиция такая Но, опять-таки, возвращаясь к тому, что северяне неприспособленные зачастую бывают к потреблению такого рода пищи Недообработанной Тем более, наверняка, когда мы захотим попробовать каких-то деликатесов местных То здесь могут возникнуть какие-то сложности, последствия Тут мы вернемся к тому, что служба санэпиднадзора в России одна из лучших И какого качества дают мясо в странах Азии и Африки Ну, то есть прошло у нас эту ветеринарную проверку Не прошло у нас ветеринарную проверку Это вообще неизвестно Плюс не надо забывать, что в странах Африки и Азии есть такое слово «коррупция» Которая в России... Ну, у нас маленькая А у них там... Вот, и как они действительно это выбрасывают мясо на рынок Очень сложно сказать Я бы не советовал есть мясные продукты, особенно морепродукты В ресторанах, где есть хотя бы какая-то малейшая доля сомнений о том, что там может быть недожарено, недопроварено Ну, это определить можно, наверное, по внешнему виду, по гостям, по персоналу Ну, можно Попробовать Попробовать В Азии есть такая вещь, как имбирь То есть они пьют напитки из имбиря Они его добавляют Он является естественным способом Где-то обеззараживания, наверное Или профилактики кишечных инфекций Вместо того, что употреблять алкоголь Ну, к счастью, к имбирю уже многие россияне привыкли За счет японской кухни, которая повсеместно распространена Тоже, наверное, можно сказать и про специи Которые есть и очень активно используются в азиатских странах И как раз, насколько я понимаю, они служат в качестве таких консервантов Которые позволяют сохранить и защитить в некоторой степени организм от влияния каких-то токсичных факторов Да, ну, наверное, не консервантов, а скорее даже антидотов Антидотов, да Хорошо, разобрались с этим Что, если все-таки так случится, что пойдет реакция организма негативная на то или иное Нателенные продукты на пищу, которую человек с границей употребил Что делать в этом случае? Надо иметь, конечно, с собой аптечку Вот, негативные реакции Это если аллергия, то понятно, что надо все равно какую-то упаковочку противоаллергических таблеток иметь Ну, хотя бы 10 штучек по стеночку положить Да, причем, наверное, даже те, кто так или иначе не сталкивался с аллергией в России Лучше всего в поездку с собой таблетки взять Неизвестно, какие фрукты придется там есть Неизвестно, какие напитки из каких растений там придется пить И противоаллергические препараты, они очень-очень даже пригодятся А вторая негативная реакция – это, да, заражение каким-то инфекционным заболеванием Если повезет, то это будет антибактериальное заболевание Если повезет Да То от него, конечно, лучше все-таки взять антибиотики Через таможенный контроль их Если брать просто по пластинке, их пропускают Не видел и не слышал, чтобы там вот выворачивали карманы Если там везешь с собой одну упаковочку Да, но если она не в ручной кладе находится, мне кажется, даже проверять не будут Да, даже если в ручной кладе Тоже не будут Да, если не в ручной кладе, там Без проблем Плач пачками Плач пачками не знаю, но одну пластинку пропускают Она может спасти жизнь Я еще раз повторю На каких-нибудь Сейшельских островах В Бирме или в какой-нибудь Танзании Объяснять местному врачу Который то ли понимает вас, то ли не понимает О том, что вам нужен доксициклин Будет намного тяжелее, чем объяснить у нас здесь доктору, что вот вы едете куда-то и вам надо выписать упаковку антибиотиков Для того, чтобы потом в случае чего их там применить Еще, кстати, расспросить русского доктора здесь на месте о том, как его применять, если что-то там со мной случится Дмитрий Леонидович, вот, кстати, интересный вопрос по поводу названия лекарств, которые мы привыкли здесь в России Там их как называть? Наверняка совершенно другие названия Существует международное название Общее Которое принято во всем мире То есть действующее вещество Вот, а от него уже фирмы придумывают какие-то свои фирменные наименования Спектр названий может очень сильно отличаться Потрясающий бывает иногда Этот спектр И разобраться, какой препарат вам назначают Может быть, может только специалист Иногда даже специалисты сходу Бывают, не разбираются То есть там надо почитать инструкцию к препарату Вообще, чего он там, почему и так далее Инструкции, естественно, бывают на иностранном языке Хорошо, если на английском Да, может быть, там на каком-нибудь или на испанском Или, предположим, на бельгийском В Конго И пойди разберись Да, и пойди разберись Вот, поэтому я все-таки советую так Если вы едете в страну, где вообще неизвестно чего Как, почему Ну и что вас там вообще ждет То подстраховываться, конечно, в медицинском плане надо На родной земле Потому что там может получиться так Что вы один против всех джунглей Как в фильме «Аватар» В лучшем случае еще Да, это в лучшем случае еще Хорошо Вот еще, кстати, вопрос про аллергию Мы с вами затронули Я слышала о том, что бывает такая даже аллергия на солнце Да, конечно На севере это может быть слабо выражено Потому что солнышко мы гораздо меньше получаем А вот те господа, которые приезжают на юг Иногда страдают таким непонятным недомоганием Как слабость Как и тошнота Я слышала тоже Вроде бы относится к симптомам И невозможно понять, что это такое Потому что не встречали Вот Потом так или иначе Кто-то предлагает попробовать таблетки От аллергии Да, и становится сразу легче Вот Помимо аллергии на солнце Какие еще виды аллергии можно идентифицировать Которых мы могли просто не знать Что у нас есть такая реакция организма Аллергия может быть даже на противоаллергические препараты Потрясающе Это самая плохая аллергия, наверное, которая есть Есть такое мнение в медицине Что у каждого человека есть аллерген Но не каждый человек сталкивается со своим аллергеном в течение жизни Путешествуя по разным странам Вероятность встретить свой аллерген Она гораздо выше То есть аллерген должен быть у каждого человека Это норма Считается, что да Какая-то генетическая предрасположенность Повышенной чувствительности к каким-то другим веществам У каждого человека есть То есть мы генетически предрасположены Раздражаться от каких-то веществ Вопрос, встретим мы это вещество в своей жизни или нет Слушайте, а зачем это организм? Это, конечно, не совсем вопрос, начащийся к теме Но вот любопытно очень Это философский вопрос Я не знаю Естественный отбор Ну да, давайте ответим так Хорошо Итак, к аллергии мы возвращаемся На солнце То есть какие симптомы нам могут показать? На овощи, на фрукты На какие-то добавки в воде На воздух На травы На цветы Специи На специи На компоненты мыла Стирального порошка Который используется в той стране На ткани Например, в некоторых странах До сих пор используется конопля Это же хороший тканный материал У нас конопля не используется Как кто на нее прореагирует? Непонятно По симптоматике Скажите, пожалуйста Как определить Что это аллергия? Потому что Наверняка Это одно из Наиболее Наверное Распространенных На мой взгляд Недомоганий Которые необходимо Устранять Прямо в течение минуты Не скажу Потому что Все-таки Банальная фраза В этом надо Чтобы разбирался Врач Это Понимаете Можно наговорить признаков Люди будут думать О том, что у них аллергия А у них на самом деле Не аллергия Бо-то какое-то тяжелое Уже инфекционное заболевание Они могут потратить время То есть Если появляется Какое-то высыпание На коже Зуд Покраснение То есть Лучше все-таки Или хотя бы Позвонить Своему знакомому врачу Сфотографировать Отправить фотографию И пусть разбирается Специалист Пусть удаленно Разбирается Либо идти к местным И разговаривать с ними Ну, если повезет Сразу же вопрос Если такого знакомого врача нет Могут ли Его надо завести Ну, понятно Ну, как-то не получилось Может быть Либо этот врач Самый где-то отсутствует Не может поговорить Могут ли люди Например, обратиться В флоцентр Да, и договориться Что вот мы сейчас поедем Можете ли в нас В случае чего Проконсультировать Кто-то специалистов Если предварительно То да Если Вот как я уже говорил Звонить в Сейшел За три дня До обратного вылета В Москву То это, конечно Не наш метод Сейчас развивается Телемедицина Есть сервисы Телемедицинские Можно попробовать Вот в таких случаях Воспользоваться ими Если вот все-таки Уехали И там Вот что-то случилось Надо срочно Здесь Сейчас Телемедицина В помощь Как на эти сервисы Вы идите Попасть Есть Яндекс.Здоровье Вон док Док-док-док Сейчас много уже То есть здесь Что называется Гугл в помощь Интернет в помощь Да, да, да Гугл и Яндекс в помощь Да и так Много мы поговорили уже О еде И об аллергиях Испели поговорить Следующий пункт Который вы обозначили Это разобраться С тем Где вы будете спать Где вы будете ночевать Какие опасности Подстерегают Туристов здесь Подстерегают опасности В том Что во-первых Белье может быть Нечистое Во-вторых Вас могут просто Разместить на полу Как мило Ну просто постелить Для позвоночника Полезно Говорят Да, да, да Особенно Это рассказывают Адептам йоги У них специальные Читературы Да, да, да Которые ищут Настоящую Как говорится Йогу Вот Но при этом У них представление О йоге западное А в Индии Представление о йоге Другое Западное комфортабельное Конечно Конечно, да Вот А в Индии Представление о йоге Другое Я неоднократно был Скажем так В столице мировой йоги Городе Ришикеши Видел В каких условиях Это все проводится И Восточное представление О йоге Оно очень сильно Отличается От западного Представления То есть Каким-то аскетизмом Да Оно Наверное Не аскетизмом А отсутствием Санитарных Элементарных Правил И норм То есть В пыльном помещении То ли на улице То ли не на улице Есть там крысы Мыши или нет Неизвестно Могут сказать Вот да Пожалуйста Будем Постигать Сознание Шивы Вот Потом могут Подстерегать Скорпионы Могут Подстерегать Блохи Вши Клопы Тараканы Да но йоги Отрекаясь от всего сущего Наверное могут Как-то абстрагироваться И это как раз Их задача И это Улучшает им процесс Ну йоги могут Да Постижения Мне рассказывали Такую вещь Что в Индии Как-то Друг стал свидетелем Того Что их ввели номер В гостинице В хороший номер А Служащий отеля Нес мешок Черный С собой Они недолго Не могли понять Что это за мешок Зачем Он вообще нужен То есть провожая их В номер Нес его мешок Да Значит было как Номер открылся Он Восслужащий Открыл номер Открыл мешок И оттуда Выбежали Мангусты То есть Мангустов Запустили в номер Они Ну как кот Обошел Кот от мышей А мангусты От змей Вот То есть Там могут Просто змеи Еще подстерегать Так это получается Очень хороший отель Раз они так Да Это очень хороший отель В хороших отелях По территории Ходят служащие И на самой территории Змей вообще Как бы убирают Они там Могут быть И в номерах Да Тоже Стараются Кстати По поводу Змей Скорпионов Обязательно Надо позаботиться Об обуви Выезжая в такие страны Потому что Мы привыкли К тому Что нас В ногу Никто не укусит Не ужалит Об этом Свободные сланцы Да А там Это в порядке вещей И кто там укусит Какой там яд будет Неизвестно Есть кардиотропные яды Когда через 20 минут У человека может остановиться Сердце после укуса Вот очень хорошо Что вы заметили про обувь То есть рекомендация еще такая Что в страны Азии И Индии Да То есть нужна закрытая обувь Закрытая Она должна Как-то все равно Проветриваться Но при этом Подошва должна быть Твердая И Обувь должна быть Непрокусываема Эта обувь Скорее всего Не дешевая Скорее всего Да Чтобы и вентиляция была Да И плотность соблюдалась Ну Если ноги дороги То Если жизнь дорога Да Если жизнь дорога То лучше всего приобрести Лишь не будет Во всяком случае Возвращаясь к теме Ночлега Который человек обретает Так или иначе Приезжая за границу Вы сказали Да Что это контакт Непосредственно С Постельным бельем Которое есть Должно быть Да Как бы в этом номере Соответственно Если оно Не Постирано С употреблением Каких-то Препаратов Да Химических элементов Которые так или иначе Возбуждают Опять-таки аллергии Могут возбудить Что еще может Здесь быть опасным Контактные Контактные Бесконтактные Любые Кровососущие Насекомые То есть Должна быть еще Какая-то защита От насекомых Предусмотрена Да Защита от насекомых Но помимо Вшей, блох И так далее Которая контактная В странах Азии, Африки Южной Америки У них Есть еще одно Очень опасное Животное То есть Вопрос Какое Животное В человеческой Истории Убило Больше всего Людей Комар Комар Может быть Комар Малярийный Комар Конечно То есть Все акулы Крокодилы И прочее Кем нас пугают Вместе взятые Они не убили столько людей Сколько убил Малярийный комар Соответственно Малярийные комары Они небольшие по размеру То есть Это не Огромные монстры Которые летают И пугаются им видом Это Комар Которого мы Внимание можем не обратить Которые нас кусают Вечером Вот у нас здесь В Кирове И мы внимания не обращаем Там Любой укус В тех странах Любой укус Комара Или комара Подобного существа Может стать Смертельным Вообще любой А у наших туристов В этом плане Настороженности К сожалению Нет Да конечно Никто не будет Об этом говорить Зачем Поэтому Некоторые могут Не заморачиваться Тем Есть Комарийные Противомоскитные сетки На окнах Нет ли их В какой мы сезон Едем То есть Относительно безопасности Относительно безопасности Это все-таки Декабрь-февраль Когда холодно Ну холодно Ниже 20 градусов По их меркам По их меркам Да По их меркам Вот А начиная где-то с апреля И что особенно плохо Это сразу после сезона дождей Это где-то сентябрь У них сезон дождей Примерно август Начало сентября И вот после сезона дождей Когда Много-много Осадков Выпало Происходит Заболачивание Большие лужи Очень благодатная Почва Очень благодатная Среда Для размножения Комаров Вот там Начинается эпидемия У них в тех районах Просто Правительственные Организации Они раздают Препараты Противомолирины Знают об этом Туристы Не знают об этом Туристы Кто-то знает Почему я говорю Что все-таки Лучше бы Позаботиться о том Чтобы узнать Куда вы едете Когда вы едете Может в это время Лучше и не ездить Потому что Комары Вот эти вот И летающие кровососущие Могут не только в номере Да Подстерегать Если мало ли Везде Везде Да То есть эти москитные сетки По сути Они не Не панацея Они не панацея А если вы выходите Куда-то Мы же привыкли Репеллентами Обрызгиваться Только когда мы Идем в лес От клещей А там надо Везде Вообще везде Об себя обрабатывать Репеллентами Противокомаринами И при этом Заботиться о том Чтобы этот репеллент Не выдохся Потому что Любой Вообще Любой укус Насекомого Комароподобного Он может быть Смертельным То есть Обращать внимание На баллончике Сколько срок Его действий В каких условиях Одежду Лучше Все-таки Носить Закрытую Да Закрытую С длинным рукавом Юбки Длинные У мужчин Брюки Конечно одежда Желательно Чтобы была легкая Но при этом Чтобы части тела Были закрыты Ну Мы сейчас напугаем Но Значит Есть такая вещь Как Такое понятие Как туристическая зона В южной стране И нетуристическая зона То есть Мы сейчас наговорим Черт и что Люди потом скажут Что Ну вот Мы сколько раз Ездили в Турцию В Египет Вы какую-то ерунду говорите По путевкам Мы ездим В туристические зоны То есть они обрабатываются Они обрабатываются Там применяются Европейские стандарты Санитарных требований То есть там И требования И по воде Выполняются И требования По воздуху По микроклимату И так далее И так далее И так далее Вот Но надо понимать Что как только Вы переходите Из туристической зоны В нетуристическую Диковинка такая Да Ну там Какое-нибудь Аутентичное пространство Да Да Вот Давайте окунемся В аутентичное пространство В Африке То там Вас могут И съесть И укусить И заразить И так далее И так далее То есть может быть Все что угодно Важно от этого Постраховаться Как раз Те рекомендации Которые мы уже давали Да Да И буквально Минуточку У нас еще остается На то Чтобы мы Обратили внимание Слушать Селии на то Что нужно заметить Что нужно Понять про себя Когда уже Человек Из поездки Возвращается Если какие-то Недомогания Вдруг возникают Они могут Возникнуть Там не знаю Вот потеря волос До поднятия температуры Все что угодно Может случиться Что в этом случае делать Какие-то Кожные проявления Расстройства Пищеварения Какие-то выраженные Непонятные Долг Длительно Непрекращающаяся Кашель В этом случае Конечно Надо показаться Врачу Хотя бы Терапевту Лучше К врачу Инфекционисту И Хотя бы Сдать общий Анализ крови Вот хотя бы А так Лучше все-таки Сдать более Расширенный Анализ То есть И какую-то Биохимию Посмотреть В каком состоянии Печень Есть ли Общие Воспалительные Измены Но это лучше Уже с врачом После поездки Там где-то Примерно Через месяц Полтора По возвращению Это будет Абсолютно Нелишним Месяц полтора То есть Можно не торопиться С этим Или все-таки Лучше поручить Если человек Приехал сразу И у него Ничего нет Ну то Как бы Может быть Ничего и не быть И человек может Успокоиться А вот где-то Если примерно Ну давайте Скажем так Через две недели После возвращения Если у него Вдруг Какие-то минимальные Вот какие-то Подозрения возникли Ну хотя бы То же самое Недомогание То конечно Да имеет смысл Прийти И сдать хотя бы Кровь и поговорить С врачом Общий анализ крови По нему уже Что-то можно будет Сказать Да и сделать это Можно будет у вас В Ахоцентре Контакты Напомните пожалуйста Где находитесь Номер телефона Значит у нас Три филиала Володарского 60 Некрасова 16 А и Октябрьский Проспект 29 А Телефон 497-003 Или 680303 В любой непонятной ситуации Можно звонить В Ахоцентр Да Так или иначе Ну что на этом Тогда предлагаю Сегодняшнюю программу Такой Краткий Обзор Экскурс Путеводитель Путеводитель здоровья По Странам Земного шара Наверное Можно уже Программу подытожить Закрыть Это была программа Слушайте доктора Говорили мы о том Как остаться довольны Своим отпуском Да и уезжая И возвращаясь Из отпуска В гостях у нас был Главный врач Афлоцентра Кировского Афлоцентра Дмитрий Батогов Спасибо Дмитрий Леонидович Ждем вас Новыми интересными темами Спасибо Будьте здоровы Вы тоже Слушайте доктора Имеется противопоказание Проконсультируйтесь У специалиста Продолжение следует...